Вслед за 60-летием Горбатого Запорожца и 10-летием кончины Волги советский автопром мог бы отметить еще один юбилей — 90 лет заводу «Москвич». Точка отсчета принята считать конец 30-го года, когда в Москве на пересечении окружной железной дороги и Остаповского шоссе начал работу государственный автосборочный завод имени Ким — коммунистического интернационала молодежи. Здесь из американских комплектующих собирали автомобили «Форд» моделей «А» и «АА». Затем машины строили из советских деталей, которые приходили из Горького. Перед войной завод перестал быть отделением газа, успел наладить производство малолитража Ким-10, а затем был эвакуирован на Урал. После войны предприятие стало заводом малолитражных автомобилей, а позднее — московским заводом малолитражных автомобилей. В 1947 году вышел советский вариант «Опеля Кадет» модель «Москвит-400», а самыми успешными для завода были вторая половина 50-х и 60-е годы. Друг за другом вышли 402-й, 407-й, 403-й «Москвичи». Но третье поколение машин — 408-й, 412-й и 21-40 — задержалось на конвейере на четверть века. И это стало одной из причин будущих неудач предприятия, которая с конца 60-х именовалась автомобильным заводом имени Ленинского комсомола. Ведь модель 2141 стала серийной перед самым распадом Советского Союза. В эпоху рыночной экономики автозавод вошел как ОАО «Москвич». Но кроме разнообразных версий 41-го, ничего принципиально нового бывший гигант предложить не смог. Осенью 2001 года сборка комплектных автомобилей была прекращена навсегда. Через пять лет завод обанкротился. Теперь здесь особая экономическая зона «Технополис Москва». Но автомобильное производство на территории бывшего «Москвича» все же сохранилось. В 98-м компания «Рено Россия» выкупила недостроенный цех двигателей АЗЛК ради сборки «Логанов». Сейчас тут делают кроссоверы «Дастер», «Каптюр» и «Аркана». Интеллектуальное наследие же советского «Москвича» растащили на мелкие обрывки. С 2009 года «Фольксваген» владеет правами на экспортную марку «Олека» и логотип «МЗМА» с «Кремлевской башней». А в 2015 году «Рено» оформил на себя оставшиеся патенты на имя «Москвич» и более современную эмблему в виде буквы «М». Редактор субтитров А.Семкин